В эфире новости с вами Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Чтобы не ночевать в подъездах, бывшие воспитанники детских домов вынуждены жить в однокомнатной квартире в Кустанае. В таких условиях ребята находятся уже пятую зиму подряд. У всех одна проблема – нет своего жилья. Сейчас в областном центре в очереди на квадратные метры стоят чуть более двух тысяч сирот. А за последние три года квартиры получили лишь 104 человека. Артем Грапов продолжит тему. Николай Жителев воспитание получил в детском доме. Уже восемь лет живет самостоятельно. Со своей семьей, супругой и трехлетним сыном сейчас снимает однушку в спальном районе Кустаная. Каждую зиму он дает приют знакомым по детскому дому. В этот раз в квартире площадью 15 квадратов ютятся 10 человек. В позапрошлом году у меня жило 17 человек. Я жил на музыкальной школе, снимал там. Там было, правда, поболее квадратов, там было по 30 квадратов почти. Там 17 человек, где-то около 20 человек помещалось. И все помещались. Но это же неправильно, как не для жизни. Сейчас этих ребят связывает одна проблема – отсутствие жилья. Недавно о них узнали в Ассоциации выпускников детских домов в Казахстане. Представители этой организации прибыли в Кустанай, чтобы лично выслушать нуждающихся молодых людей. Некоторые из них из-за незнания не вставали в очередь на жилье, а кто-то, находясь в ней, попросту не продвигается. Я раньше ходила, мне говорили, вот вы 310-е. Два года прошло. Я думаю, ну, живу пока. Так, пускай, я пошла, я пошла, мне еще выше сделали. Сколько? 400 с чем-то поставили. Все талончики я сохранила. Смотря на это, мы видели, сколько таких было проблем в Алмате. Мы же решали вопросы. Там 10 человек получило квартиры. Они не могли просто получить эти квартиры, потому что у них не было правовой понимания, правовой помощи не было. На это они имеют право, на это они что-то не имеют право. Где-то они могут, где-то они не могут. Вот я знаю. Сейчас проблема такая же в СКО. С мертвой точки, уверены в ассоциации в Кустанай, ситуация все же сдвинулась. По итогам встречи представители городского акимата пятерым ребятам пообещали предоставить временное жилье в общежитии. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. В Топ-Караганском районе Мангостауской области построят типовые дома для очередников в рамках программы «Нерлежер». Возведут их на территории в 4000 гектаров в сторону аэропорта Актау, а также сел Саин, Шапогатов и Акшукур. Там расположатся одноэтажные дома и коттеджи. Сейчас уже ведутся проектно-сметные работы. Проект по программе «Туханжер» реализован в селе Ахпатер Западно-Казахстанской области. Местный предприниматель построил для родного села фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание находилось в аварийном состоянии. Строительные работы были начаты в прошлом году и обошлись меценату в 16 миллионов тенье. Село с населением чуть больше тысячи человек находится в Касталовском районе области. Для нас созданы все условия для работы. Наша задача – проводить профилактику заболеваний, оказывать первичную медицинскую помощь населению. Оцифровкой учебников занялись учителя одной из сельских школ Алматинской области. Они разработали специальное мобильное приложение, с помощью которого можно читать электронные версии книг. Пока оцифрованы первые 30 – это художественная литература для учеников 5-11 классов. В ближайшем будущем педагогический коллектив школы намерен создать собственную электронную библиотеку. Таким образом, учителя решили избавить своих учеников от тяжелых рюкзаков и портфелей. Также педагоги запланировали перевести в электронный формат все учебные планы и методики. Проект удалось реализовать за счет меценатов. Для незрячих детей мы создали еще и аудиовариант всех этих книг. Они не могут читать, допустим, они плохо видят или инвалиды по зрению, зато они могут эти тексты прослушать. Далее о событиях в мире. В ходе протестов в Судане погибли 24 человека. Сотни получили различные ранения. При этом, по данным правозащитных организаций, жертв беспорядков намного больше. Акции в Африканской республике, напомню, продолжаются с декабря прошлого года. Жители недовольны значительным повышением цен на топливо, хлеб, а также острым дефицитом основных продуктов питания. Манифестации прошли сразу в 30 городах страны. Люди поджигали офисы правящей партии и требовали отставки правительства. Чтобы успокоить активистов, полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ. Число жертв взрыва в центре Парижа возросло. Спасатели обнаружили под обломками здания тела женщины. Ее личность устанавливается. Таким образом, к данному часу жертвами ЧП в булочной стали 4 человека. Ранее сообщалось о гибели двух пожарных и туристки из Испании. Число пострадавших превысило 50. Напомню, мощный взрыв в центре Парижа прогремел в пекарне, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания. Он был такой силой, что ударная волна полностью уничтожила помещение, выбила окна в соседних домах и перевернула припаркованный рядом автомобиль. Затем в здании начался пожар. В пожарной службе уверены в том, что причиной взрыва стала утечка газа. Но эксперты еще не завершили расследование инцидента. Трое немецких лыжников погибли после схода лавины в Австрии. Еще один человек числится пропавшим без вести. Однако его поиски приостановлены из-за угрозы нового схода лавины. Как сообщают местные СМИ, туристы катались на опасном склоне, который ранее закрыли из-за разбушевавшейся непогоды. Напомню, от мощных снегопадов и сильных ветров страдают многие европейские страны, в том числе Германия, Швейцария и Болгария. По последним данным, непогода в Европе унесла жизни уже 24 человек. Вашингтон предложил Пхеньяну провести вторую встречу лидеров двух стран во Вьетнаме. Об этом сообщают ряд американских и южнокорейских СМИ. Как отмечают издания, в КНДР рассматривают предложение США, однако официального ответа пока не дают. Помимо Вьетнама, журналисты в качестве места проведения второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына называют Индонезию, Монголию и Таиланд. Напомню, первый американо-северокорейский саммит прошел в Сингапуре в июне прошлого года. Тогда Пхеньян заявил о готовности к полной денуклеаризации. В ответ Америка обязалась предоставить КНДР гарантии безопасности. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Кустанайские фермеры недовольны новыми правилами субсидирования семеноводства и считают их неэффективными. Причина в том, что некоторые аграрии попросту могут лишиться государственной поддержки. Как выяснилось, заключенные в прошлом году контракты на приобретение семян теперь субсидировать не будут. Согласно правилам, дотации получат только те, кто подписал договор с семеноводческими хозяйствами после 1 января 2019 года. Представители областного филиала Союза фермеров Казахстана намерены в ближайшее время направить в Минсельхоз свои предложения для решения данной проблемы. Как мы знаем, хороший хозяин готовится не летом, а повозку зимой. Поэтому те крупные хозяйства, которые действительно занимаются семеноводством и работают на то, чтобы у них отдача была нормальная, в октябре месяце уже почти 2 октября-ноября заключают контракт и проводят платежи. Древесную продукцию на экспорт намерены поставлять промышленники Восточного Казахстана. На рынки Средней Азии выходит Усть-Каменогорский завод по выпуску древесно-стружечных плит. Кроме того, в регионе, где сосредоточено до 3,5 миллионов гектаров лесных угодий, планируют развивать кластер лесоперерабатывающих предприятий. Сырья для создания новых производств по расчетам лесничьих в избытке для нужд индустрии. На востоке страны используют не больше 40 тысяч кубометров древесного материала, при возможностях перерабатывать в 20 раз больше. О перспективах развития лесной отрасли узнавал Вячеслав Фетлугин. Вот нижние ветви уже усохли. Соответственно, она уже начинает повреждаться. Пройдет не более 5-6 лет, и она просто-напросто сама по себе упадет. Лес Восточного Казахстана стареет. 95% березовых и осиновых насаждений перестойного возраста. Деревьям больше 40 лет. Мебели с такого материала уже не сделать. Мы готовим учет лесного фонда. У нас спелых и перестойных насаждений на территории учреждения – это 2 миллиона 600 тысяч кубических метров. Из них перестойного насаждения – это полмиллиона. То есть это говорит о том, что лес у нас стареет, и его надо как-то перерабатывать. Старый осенник, который раньше шел только на дрова, предприниматели Усть-Каменогорска пустили в большое, и оказалось прибыльное дело. На этом заводе из невостребованного в промышленности лесоматериала в год изготавливают 16 тысяч кубометров древесно-стружечных плит. 30% отправляют в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Наша особенность предприятия – это переработка некондиционной древесины. То есть в штабе видно бревна, которые нельзя использовать для каких-то полезных дел. В 2017-м Казахстан импортировал древесные продукции на 336 миллионов долларов, тогда как собственные выпустил только на 26 миллионов. Увеличить объемы лесозаготовок промышленники Восточного Казахстана рассчитывают за счет привлечения в отрасль иностранных инвесторов. Есть у нас ряд перерабатывающих компаний, которые тоже работают по глубокой обработке, но не на том уровне, не с теми объемами, которого хотелось бы. Есть заинтересованы китайские мебельные компании, которые готовы к нам приехать, рассмотреть наши условия и при возможности организовать производство по глубокой переработке древесины. С запуском лесоперерабатывающих производств будет обновляться лес. Взамен одного вырубленного гектара лесопользователь обязан озеленить два. С 2030 года на территории области планируют ежегодно высаживать до 3,5 тысяч гектаров саженцев хвойных и лиственных пород. Вячеслав Фитлугин, Аслан Тулепов и Роман Родионов. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. А в Киеве впервые провели фестиваль красок, аналог индийского праздника Холи. Назвали его «Яркий лед». Местом встречи для участников стал ледовый каток. Все подробности того, как прошел необычный праздник у нашего корреспондента. Традиция встречать приближение весны, бросая в воздух разноцветную краску, присущую Индии. Там даже праздник специально есть – Холи. Но никто точно не ожидал появления его аналога в Киеве. Причем проводится он уже не в первый раз. Фестиваль в ледяных декорациях назвали «Яркий лед». Организовал его Леонард Григорьев. В первую очередь, чтобы встретить ярко и красочно эмоционально год. Розукрасить немножко настроение людям. Уже проводя 7 лет в Украине фестиваль красок Холи, мы пропагандируем тот момент, что в любой ситуации в жизни, какая бы она ни происходила, нужно смотреть на это все с позитивом и яркими эмоциями. Призыв, видимо, услышали. Количество участников превысило все ожидания. И это несмотря на зимнюю погоду. Особый интерес к красочному действу проявила, конечно, молодежь. Это очень весело, нам очень нравится. Мы все такие яркие, на позитиве. Это очень классная атмосфера. Мне очень нравится, мне кажется, это восхитительно. И мне кажется, это очень классно придумали. Это хорошая идея. Мы дарим позитивную энергию людям, радость. Зрителям Казахстана мы тоже посылаем свою любовь, свои поцелуи и обнимашки, и мы вас очень любим. Стоит отметить, что такая краска для человека безвредна. Ну а чтобы не испортить одежду, участники яркого фестиваля переоделись. Из-за повышенного интереса праздник Холли обещают проводить каждый сезон, независимо от погоды. Марк Брюшко, Айда Кадрыбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украина. Борис обыграл Сочи в серии буллитов. В основное и дополнительное время команды обменялись двумя заброшенными шайбами. В составе хозяев отличились Кевин Далман и Андрю Петерсон. В серии после матчевых бросков удача была на стороне Астанчан. Решающий буллит на счету Дарена Дитса. Следующий матч Борис проведет также в родных стенах. 15 января соперником Астанчан станет московский «Спартак». Команды сражались, где-то были ошибки, где-то были какие-то моменты. Но в целом, мне кажется, игра получилась. И я болельщиков хочу поблагодарить. Мне кажется, сегодня, наверное, самая большая была посещаемость. Ну, насколько зрительная. Я не знаю по... Вот, поэтому спасибо болельщикам. Здорово болели. Ну, и я думаю, что они получили удовольствие. Поэтому готовимся к следующей игре. Спасибо. Не распроданная перед Новым годом ели и сосны пятый год подряд дарит московскому зоопарку. На этот раз учреждению передали свыше тысячи деревьев. Для многих животных это лучший подарок. Елки служат не только полезной добавкой к рациону, но и в качестве игрушек. По словам ученых, хвои любят полакомиться осланы, белые медведи, овцебыки и другие парнокопытные. Также елки появились в вольерах у обезьян, львов, тигров и других представителей семейства кошачьих. Хвойные деревья зоопарка будет принимать до 20 января. Правда, только с базаров. Елки, побывавшие новогодним декором, могут быть опасны для животных. На них могут остаться фрагменты мишуры и других украшений. Мы практически во все вольеры приносим. Их животные не только едят, они используются для обогащения среды. Потому что зимой, сами понимаете, тропических животных мы не можем опускать на улицу. Им там скучновато в своих вольерах. А тут новый предмет, который можно использовать каким-то образом. На этом пока все. Спасибо, что с нами. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok